Сергей Иванович, расскажите, пожалуйста, какие сегодня уникальные экземпляры были представлены. Какие Вы можете выделить из тех, что Вы сегодня показали и рассказали? Знаете, довольно сложный вопрос, потому что фонд библиотеки полтора миллиона единиц хранения. И, как я ранее говорил, достаточно мало эта тема изучена. В то же время мы представили ряд изданий 20-30-х годов. И зачастую это более интересные, конечно, издания. Периодические издания, которые имеют место быть. Вот эта статья, не ставшая на колени, у непосредственно контрационного лагеря, я бы сказал, отражает ту политику, которую вели на нашей земле. Эта вся периодика была напечатана на территории Восточной Беларуси. Нет, почему же. Это была и непосредственно Западная Беларусь, как мы видели, знакомились с рядом из зданий. И, разумеется, на территории Советской Беларуси. Хорошо. Вот мы затронули подробно тему контрационных лагерей на территории Западной Беларуси и Польши. Сколько их было? Какие факты, кроме этой газеты, об этом свидетельствуют? Может, еще какие-то есть упоминания, издания? Я понял данный вопрос. К сожалению, мы не располагаем данные, сколько было этих лагерей, но как минимум один лагерь нам доподлинно известен, потому что сохранились в начале 90-х годов живые очевидцы, которые повествовали о условиях. И в ряде публикаций, вот если вы обратите внимание, ранее мы тоже видели продолжение этой же тематики, непосредственно этой же темы угнетения трудящихся в жесточайших условиях, когда крестьянству не разрешалось самой банальной вещи. Ну, например, в случае, если человек ехал непосредственно на гужовой повезке и лег в это время, ну, просто устал, лег, то взымался штраф. Вот почему такой штраф? И ряд других ограничений за громкий смех, например, могли наказать человек. Ну, и просто сразу видишь, что было предвзятое отношение к тем белорусам, которые проживали на этих территориях. Вот эта статья, про которую вы подробно рассказывали, о каком лагере в ней речь? Это Березо-Куртузский контрационный лагерь. Вы знаете, в данном случае эту публикацию надо читать. Порядка 11 человек, которые прошли через этот ужас, это непосредственно просто бесчеловеческие отношения к политзаключенных, стремление сломать их волю. И через это физические наказания, через это достаточный факт, когда людям запрещалось ходить размеренным шагом. Передвигаться надо было двигом, бегом только бегом, при этом переносить камни с места на место и обратно, то есть людей просто пытались изматывать физически. Была и система наказания, например, начальнику лагеря разрешалось применять палки, физическое наказание, если человек ослушался. Если ослушался второй раз, это карцер, глубокая яма, в которую сажали заключенных и заставляли бегать по кругу. И, наконец, просто банально заколоть штыком. Сколько всего изданий, экземпляров сегодня Вы представили и почему это важно в День народного единства? В данном случае я уже говорил о том, что наша библиотека продолжает выполнять идеологическую функцию. Здесь порядка 400 различных изданий. Это нужно живым, для того, чтобы это не повторять. И для того, чтобы наше молодое поколение непосредственно дорожило нашей независимостью и понимало, как легко потерять независимость и как важно и тяжело ее отстаивать. И вы подравниваете какие-то газеты, что еще? Знаете, просто сложно говорить, когда перед тобой несколько сотен изданий и характеризовать каждое издание, конечно, подробно сложно. Я бы ответил на вопрос следующим образом. Это периодические издания центральных газет и непосредственно книги советского периода, периода Беларуси, независимой Беларуси, конечно, 20-30-х годов. Вы старались сделать эту экспозицию такой разнообразной, наполненной, правильно? Разумеется. Мы старались сделать экспозицию интересной для всех, сообщить те факты, которые ранее не оглашались.